Закрыто. Как? Это что? Слышно? Что закрыто у меня? А это что у вас? Не знаю. Меня слышно, нет? Слышно. Ну, слава богу. Тут что-то выставлено, какая-то рамка-то. Что-то вас не видать. Ну, как не видать? Вот он я. Только фотография ваша. Посмотрите, видел. Ну. Она выключается. Не удается начать видеотрансляцию. Закройте все прочие программы, которые могут использовать веб-камеру. Ага. Там что-то сбой какой-то. Стоп, подожди, подожди минутку. Подожди-ка. Я сейчас закрою. Это ты прав. Это у меня вот где программа какая открыта. Минуточку. Сейчас. Ну, вот программа-то у меня какая больше закрыта. Ну, что вы закрыли? Сейчас расширьте эту. А, это расширьте. А, это-то еще погасло. Что? Ну, вверху-то она мне не дает. Камера-то не работает. Ну, вы расширьте ее. Вот это попробуйте нажать. Во. Ну, теперь видать, да? Да. Сейчас видно. Ну, не было видно. У меня была открыта самозапись. Она одновременно тень и тянет. Ну, ты считал, что я тебе послал? Да, читал. Сектант. Что же так это, Анна? На зятя на свое. Ну, да. Это никак. Она должна поработать, Анна. Это не годится. Над одной душой. Можешь поработать. Да. Я, Аннушка. Подойди сюда на минутку. Вот она она. Вот она, умница наша. Добрый вечер. Ну, добрый. Садись. Да. А то на свет плохо. Она посчитала, нет? Нет. Нет. Я еще... Считай, еще там мама твоя пишет на меня. Не давал. Мама. Считай. Так, сейчас посмотрим. Так, подожди. Как тут откроется? Давай. Она меня хочет в суд подать на меня. Ну? Так, а где здесь? Так, никуда не уходи. Давай сейчас договоримся. Анна Иванова. Иванова, да? Ну, конечно. Здравствуйте, Игнатий. Здравствуйте. Это Жанна Исправникова и мама. Почему вы не пускаете Жанну Виктора приехать к матери? И дальше, Анна Иванова. У вас что, люди как рабы в этой секте? Это в секте попала ты. Стоишь там. Я приглашаю за свои деньги. Если вы ее не отпустите, я буду на вас жаловаться. Приеду и заберу ее оттуда. Деньги за дом я ей пришлю. Все, пропала я. Как же так, а? Так хорошо расстались. И не встречались. Понимаешь, нет. И с деньгами приедет она. Может быть, она потеряевки останется. Мать-то. Вот. А, Анна, давай спасай меня. Она меня, видишь как, не залюбила. Что она так уже? Ты скажи. Что она, зачем так? Ну, Игнат Тихонович, тут надо спасать и Анну тоже. Да. Потому что она тоже рвется-то, Анна. Это зря. Это не рядом и ничего не дает. На одну зарплату двоим жить и такие путешествия, притом совершенно незачем. Просто так. Молитва, если есть, это все погасит. Ни Ревекка, ни Рахиль, ни Руфь, никто назад не рвались. Этого не было никогда. Муж сказал, все кончилось. Вот она вышла в Саудовскую Аравию. Русских-то там тысячи ушли. Ни одна домой не рвется, никто ее не пустит. Мы считаем про это? А их много туда, в эти мусульманские страны? Дорогой Игнат Тихонович, вспомнишь вас, ваш сон. Помните, вы рассказывали? Вот оно, наверное, так и есть. Так и есть. Три змея. Если не пободрствовала она, то вот, пожалуйста. Пожалуйста. Тут никак. Власть мужа, которая под венцом обещанная. Тут никак. Это от Бога. И вообще ничего нету. И нет зачем. Ну, раз съездил, дальше что? Умрет теперь опять ехать туда. У меня отец умер. Во фронте было, я не хоронил, похоронили. Было бы зачем. Ни зачем. Тем более по скайпу друг друга видят, разговаривают. Да, почти каждый день, через день. Ну и ехать зачем? Такая опасность. Зачем ехать? Вообще ни одного ответа, никакого нету. Что смотреть-то? Там ни святости никакой нет, ничего. Надо просто молиться. И наваждение-то схлынет. Я сейчас по делу тебя кое-что спрошу. Да. Сколько там привезли щебня-то еще? Или не было больше? Вот я сегодня был, так, всего 13-я охотка была сегодня, 13-й КАМАЗ. Так, еще сколько осталось? Алексей мне показывал, там тонны 4 с чем-то осталось, что ли. 4? Да. Да как так, 19 же должно быть. 19. А они, говорит, привозили не по 10, а по 12. Ну это могут они сказать и по 15. Получалось. Зачем это говорить? Когда просил песок привезти больше, а машина больше не берет. А это деньги. Они говорят, мало чего они говорят-то. Взвесит тогда. У ней тот же удельный вещь, что у песка. Больше они там грибут. Это обман. Еще там больше не может быть. Мы договорились с 19 машин. Договорились. Я распределил, где сыпать. Там у нас теперь совершенно не хватает. 4 тонны они привезут. 4 тонны. На машину, которая 10 тонн везет. Это же... Даже мерить не надо, что-то совершенно не наше. Сколько всего привезли машин-то? Ну вот 13-я сегодня пришла. Мне половину отдали-то. 13. 19. Это 6, это 60 тонн нету еще. Алексей, пускай это замеряет и... Ты посмотри, удельный вес и проще. Это можно взвесить-то это. По объему. Жалко, конечно, что так пошло. До этого с песком-то хорошо мы разбазарились. А это нет. Никак. У меня высчитано все было. На сколько сантиметров и... Ну, что сказать. Я далеко здесь. Вон там ездил с ними. Пусть заговаривается, замеряет. Они могут сказать, что привозили по 25 в одной машине. Они еще... Это лохов ищут. Заплатили-то в 20 с лишним раза больше нормы. За каждую тонну. Они их от 600 идут. Ну ладно, привезли дороже, но не 1300-то. А заплатили по 1300. То, что ты чужой где-то возьмешь, это все прахом пройдет. А на суде Божьем спотыкаться будешь. Я вам скинул материал. Я сейчас с того краю пришел. Был у нас скворечники. Там белый у нас. Кормлю белого. Ага. А его нельзя взять на морозы-то к вам-то? Что они... Они же не будут драться-то. Да почему он его гоняет? Ну, в комнате-то он не гоняет его? Не знаю. Он гонял в комнате. У тебя-то они жили же зиму. Тоже гонял. Было дело такое, да. Ну, я-то, ну, будочку сделал. Будку. Ну, я не знаю. Это хвост и уши отмерзут. Он погибнет там. Вот у Надежды Васильевны черная кошка, бузька, жила. Я же у нее там не топил. Будку сделал такую. Вы, кстати, мне и рассказали, как это делается. Кормил хорошо ее. И она такая большая стала, как будто у нее котята. Ну, прожила ничего. Еще она грелась там в удочке. Так что, на скворечнике еще плюсовая температура. Ну, да. Сегодня-то плюсовая. А если ударит под 40, это ясное дело, что замерзнет. Ну, посмотрим. Может и принести, посмотрим. Да, конечно. Потом, чтобы. Кот-то хороший. Так, с голубями-то как там? Нормально? Нормально. Проверяю каждый день. Я сегодня воду от своих вылил. У нас тут снег прошел. Они теперь сами вылетают в снег. И надо считать, сколько будет. Мы же сделали там вверху. Видел, как полок сделали? По нему можно передвигаться. С фонариком-то там есть еще. Все прибитые доски. Лестницу поднял. В любом месте только поставил. И сразу по ней можно перебираться. У меня 17 здесь голубей. Ну, а там... Я сегодня насчитал 6 на этой голубятне. А на чердаке штук 20. Там трудно сосчитать. Ну, да. Они садятся на досках-то. Досок несколько рядом. Полок-то. Может, не видно, сколько. Да, и в этих самых гнездах сидят. Я тебе говорил, что один залетает такой дикарь черный. У него хохолок. Его не трогать. У него я тряпочку привязал, пришил на ноги. Я видел дикаря. А я думал, что надо его убрать. Нет. У него хохолок. Я просил его оставить. Ну, понятно. Не трогать его. Посмотреть, что с него будет. Может быть, он с моими как-то спарится. Она выводила сколько. Я их всех убрал. Она хорошая. Пускай. Она черная такая. У нее видно хохолок. Я ее в руках держал и пришил ей. Мы вчера к батюшке ходили с Иоанной. Советовались там. Но батюшка тоже не советует. Ехать. Да ну, смешно даже. Неужели советует? И конца никакого нет. У вас жизни никакой не будет. Какая-то жизнь. Это только мотайся. Представь себе поехать. Это же не в подстепной. Это же не 70 километров, как до моих родителей. Да. И зачем? Вопрос-то зачем? Ну, даже деньги дай. Даже одна поедет. Зачем? Ну, она и говорит, я одна тогда поеду. Ну, я-то не благословляю на это дело. Никак. Не под какими видами. Как это я поеду? Только начали жить уже по-своему все. Вот как это? Марина Куимчиди написала с Греции, она явно с ней переписывалась, что первый год, говорит, мы рядом были, ни одной минуты не расставались. Первый год. Ну, да. Там были, говорит, моменты, что в Средней Азии же они жили. Да. В Чемкер. Баба Серафима там докучала, так сказать. Она говорит, я мужа любила, и все, я никуда от него. И он так же меня. Ну, что я могу сказать? Ну, уныние, уныние, Игнат Тихонич, это дух. Это дух подошел? Это чувствую, даже, как это сказать, органический чувство. Он никогда никуда не денется. Дух уныния – это смертельно опасный дух. Он подошел, надо молиться. Я говорю, надо молиться. Она молчит. Ну, я имею в виду, утром, вечером-то мы молимся. Я говорю, надо так молиться, что, Господи, удали этого духа. Даруй радости в Духе Святом. Всему можно радоваться. Как Ангелина себя ведет, он радостно. Да. Ну, даже шарик, и то на прогулку сходить, и то, сколько энергии придаем. Я шарику сейчас мясо набрал, Игорь заколол быкадок, я ему принес тут. Вот, он пирует. У батюшки ножки взял тут. А котика серого выпускаем, он приходит, все, он уже наш. Ну, это хорошо. Лишний раз-то не выпускай, а то он собьется с пути. А он тут ходит к Игорю Барабашу, и Анна видела. А там у него кошек, говорит, нету, так пусть он там ловит. Я говорю, ты его не обижай, нашего котика. Ну, да. Ну, вот так вот. Неладное дело. Это никак не годится. Это из-под власти выходит. Это совсем не годится никуда. Так в унынии ей ничего не радостно. И это место нерадостно становится уже. Это же до чего дойти-то может. Сатана же, он действует. Да, конечно. Это абсолютно никуда не подходит. Никак. Это грех. И грех очень непростой. Ну, что? Наручники не наденешь. Ну, молитесь. Молимся. У меня бывало такое состояние, сон проходит. Я молюсь, читаю Писание, снова молюсь. Я не могу спать. Для меня это благостно, Господь устраивает. Ну, а то, что вижу, что она унывает, печаль вот так вот большая. Уныние – это смертный грех. Смертный. Человек в этом положении делает, что попало. Сатана уже полностью его захватывает. Написано «радуйтесь» и всегда радуйтесь. Да. А не то, что унываете. Унылый дух сушит кости. Да, аминь. Она и в пищу не в пользу идет, она сохнуть будет. А с чего внылый-то? Когда спокойная обстановка, никто не стреляет, достатки пищи, друзья тебя любят. Это враг смуту навевает. Сколько раз она свидетельствовала, явно, что лучше ест, чем во Франции. Питание лучше. Лучше что? Ест здесь. Питание лучше. Здесь все чистое, экологически-то. Ну, понятно, что тут. Что там говорит? А в городе вообще... Она и поправилась тут. Она приехала, когда худенькая была, бледная. А тут поправилась. Покорни, молись. Уприсся просто. Крепко молись. И Господь силен это все сделать. По-другому. Ну, так. Ну, ладно, не будем тебя тревожить. У нас уголь сегодня привезли. Сколько, Володя, отдали? 26 500. 26 500. За 100. Ага. Уголь-то хороший, видно. Да ничего вы не тревожите. Я, наоборот, вас давно не видел, пообщаться хотел. Хотел на вас выйти, а вы как будто мои мысли считаете. А я увидел у тебя, всплыло. Савченко Виктор. Табличка всплыла. Я всплыла, я скорее давно на нее, чтобы на тебя выйти. Вот. Аттестацию, слава Богу, сдали все документы. Гора сплечь. А теперь семинарскими занятиями и школой занимаюсь. Вот так. Так что семинария, слава Богу, занимаюсь интересно даже. Оно пригодится все это. Конечно, я и говорю. Занятия веду, я уже то, что мы проходим, привожу примеры. То есть, ну, кругозор свой расширяю. И дальше как Бог сделает, не знаю. Так что спаси Христос за ваши молитвы. Мы с Людмилой отдали документы, теперь только молиться, ждать. И будет все благополучно. Где-то, наверное, в декабре выйдет приказ, как нам категории, присвоят эти или не присвоят. Ну, я думаю, что Бог устроит так. Она на первую, я на первую. А Елена уже на следующий год. Машину я поставил на зиму, аккумулятор снял. Все. На дощечки поставил. Одно время я там на баклушке делал, а они осели. Ну, надо твердые чурочки. У меня таких... Что-то замерло. Алло, слышно, нет? Да-да, я слышу, что-то замерло время. Так, эта картинка замерла. Приходил Никита тут сегодня. Он у меня у Сережи пока живет. Я на неделю его отправил туда, он на эту неделю еще остался. Брат, а ты погреб закрыл уже, да? Погреб закрытый полностью. И вентиляции это. Я соломы у Игоря брал, натаскал. А вентиляцию ты тоже соломой затыкаешь? Да, соломой затыкаю и все. Главное, чтобы ты там хорошо прикрыл. Это тоже важно. Да, я помню, все хорошо. Когда картошка, даже минус 40, она не замерзала у нас. Ну, так. Спасибо, Христос, тебя за шуруповерт отменный. Христос. Да? Я же не им поработал, только проверил. Так что там дед Зарапкин. Тебе батюшка передал все? Да, передал. Спасибо, Христос. Чего отца-то? Как он? Да дома они, мама, отец. Мама оклемалась. Она лежала в больнице, наверное, недели две. Мы с Иоанной ее посетили. Помните, мы ездили. Думали, что все о нам. И она спрашивает, Витя, как ты думаешь? Мол, все у меня. Я говорю, мам, ну я не пророк, но тебе надо батюшку исповедоваться, причаститься. И Оля устроила, что этот гребенюк, который нас поносил, приехал, исповедовал, причастил. А она выздоровела, как Бог делает. А тяжелое было уже, состояние тяжелое. Уже думали, что все. Ну, вот так вот. Ну, папа ничего еще, он ходит и топливо даже приносит. Хорошо. Ну, мы знаем, что болящие, за болящих молимся. Ну, тоже. С Олей я вчера разговаривал. Мама унывает, тоже вот это плохо. Надо благодарить Бога, что ты крестилась-то уже на закате лет, так сказать. И готовится к вечности. Что унывать-то? Пенсионерам как раз можно молиться. Я ей привез Евангелие, крупным шрифтом у нее не было. Она говорит, зрение стало терять, а Евангелие видит шрифт. И стала читать помаленьку. Ну, вот и все. Ну, вот так вот. Ну, слава Богу, еще держится. А занятия-то приходят с Женей, Володя? С Женей? Нет, Женя вообще не приходит. А Володя, по-моему, один раз, когда батюшка вел занятия... Ну, батюшка там, он рассказывал немного, как он съездил. Он был, а так он тоже не ходит. Мы проходим также Евангелие от Матфея дальше, как вот вы вели. Я как-то хочу даже здесь занятия у себя провести. Тут у нас 10 человек вполне войдет. Вполне. Теплее там у вас? Дом очень теплый, слава Богу. За землю пришлось рассчитаться. 40, почти 2 тысячи отдали. За что? Сейчас новое... За землю. Помните, я к вам подходил? Новое постановление. Да, я слышал. И мне посоветовали сразу лучше выкупить, чем аренду на 49 лет. Растягивать. Вот так. А каждый год там почти по тысяче надо выплачивать. И 49, ну там поменьше маленько получается. Не знают, где деньги взять. Не работают, только дерут и дерут. Ну, мы довольны с Яной, что теплый дом. Я сегодня одно ведро всего засыпал, и 24 градуса у нас. Ну, ей теплее надо, я на нее рассчитываю. Сейчас-то... Ты на потолке-то не разобрал там? На потолке... А что иметь в виду? На крыше. Ну, да там мусор Миша устроил. Еще не разбирал. Сегодня был я там... Да там все, надо выгребать мешками, вывозить и вытряхивать. Ну, там есть хорошие вещи. Я даже подобрал кое-что. Тряпки, заткнул отверстие. Котико не вылез уже. Игорь Лужков, видно, нету, опять уехал. Я как-то к нему подошел, говорю, как боязно за тебя, брат. Один за рулем, такие расстались. Прям страшно. Нету, опять уехал. Он один сейчас. С Катей не ездил. Катя здесь была. Тетя Неля уже уехала, она ваша, у вас. Тетя Нина уехала. Тетя Нина, я знаю, уехала тогда, Сережа был. Там его канистры мы поставили в гараже. Он давал отработку. Ну, к весне ближе будет. Мы посмотрим, надо ехать раньше, там прокапывать. Я говорил Игорю, где у нас тоннель этот проход-то сделан, стоит с другой стороны найти какие-то тряпки, повесить, чтобы внутрь туда не надуло. А то задует снегом-то, и она слежит со льдом, и вода не пойдет. У входа развесить тряпки-то, чтобы задерживать. А которые рядом-то, там можно выкинуть снег. С той и другой стороны. Самые негодные какие-нибудь дерюшки там что-то найти, попросить. Может, у Игоря там что-то есть, какие-нибудь полосы такие. А весной надо все это прочищать, и все. В определенное время, когда вода еще не идет. Там надо, но внутри-то оттуда-то там трудно будет. А когда повешено, тогда здесь, снаружи-то выкидывать можно, а оттуда-то очень трудно. Мы как раз с Ианной прошли, мы же уезжали, а у вас экскурсия здесь была. Мы прошли везде по сливам. Какую работу вы сделали, благослови вас, Господи. Ну, конечно, это не так прочно, но это что-то, чем вообще ничего. Я много лет ходил на эту плотину лагерного пруда, и с Игорем разговаривал, с батюшкой. Как бы, говорю, поднять своими силами. А тут нашлись люди, которые это сделали. Ну, мы сделали это временно, потому что посередке это надо забутить. Поднять бетонную стенку и заложить. Мы не можем сейчас поднимать, потому что это новое, не осело. А весной я так посчитал, примерно 300 деревьев надо там. Ну, сучки обыкновенные, наклонные, где там сыры, с обеих сторон, три плотины все затолкать. А зимой вам, чтобы убрать все вокруг эти старые, вот этого, у храмового, перепилить там все это и убрать их. Мы договорились, что постараются. Там Игорь. Только чтобы где валить деревья, чтобы они не упали, то, что мы делали. Понятно. Мы приехали, не можем поверить, что мы закончили. Еще задержка такая. А деревьев-то сколько? Я посчитал около 300 с лишним. Вы там поставили доски на лагерном. Я две доски-то убрал, потому что весной вода будет сильно идти. А остальные пока не стал. Сейчас же все поднято, плотина. Так а мы еще разве там их выставили? Да, мы поставили две этих старых стояло на сливе центральном. И еще сверху две. А я эти новые убрал пока. Ну-ну-ну, а я думал про тот. А там мы не стали ставить. Ну, так, посмотрите. Ну, этот надо сохранить, потому что на этот уровень теперь можно поднимать. Ну, только чтобы не выше. Да, да, да. Ну, я буду регулировать, смотреть. Эти две стояло. Ну, ребята приедут. Стоять две доски. Я в лагерь это постоянно проверял, ходил. Вода нынче пошла 12 апреля прям стремительно. Ночью не стала подмораживать. Как раз на Пасху она пошла. Ну, этот сток-то сделали. Конечно, а то был узенький. А здесь мы снег отбросаем. Там здорово вообще слив большой. Она когда пойдет, там тоже здесь будет выходить. И видно, что когда вода сбывает, уже убывать начинает. Ну, видно же. Сразу ставь доски. И на том, на третьем тоже. Там больше нельзя, сколько мы сделали. Рядом, которые дальше на Храмовом и на этом, и на всех трех мы сделали дальше дамбочки. Справа. Ну, с этой стороны, откуда вода-то, чтобы вокруг не обошла. Соманили сколько. Мы приехали неделю опомниться не можем, чтобы Господь пособил нам выйти. Так приходили, шли домой, друг друга не видать. Потемках. Так и бульдозер-то у меня при фонарях возвращался. Это Бог так нас воодушевил и дал крепость. И главное, снег выпал. Все сырое. У меня ноги ничего не чувствуют. И никто даже не соплил, не кашлял. Видишь как? Надо быть занятым. Ты вот скажи, Жаня. Все время, чтобы занято было чем-то. Постоянно говорю, чтобы мама... Пошла там Ангелине помочь там Серафиме. Она одна там возится, чтобы она минуты не была свободной. Мама-то ее, Инна Анатольевна, правильно говорит. Ты вяжи, говорит, там что-то делай. Она же там вязала во Франции. Ну, не занятая ничем душа, хорошая куниса сатаны. Вот и все. Сатаны. Ну, вот там есть кому помогать-то. У Игоря там всегда требуется помощь. Надо приноровиться. На самом деле, ребятишки, где малая, там пошла к Устиновым. Мы как-то были у Устиновых. Она поговорила с Ангелиной. Говорит, правильно ты говорил, что надо общаться больше. Сколько Ангелина добрых слов сказала. Ну, что, на худого научишь, что ли? Она радуется всему, Ангелина. Как она стихотворение написала. Фотографии. И петухи, и пролики. Всему радуется. Ягненок, поросенок. Хотя городская тоже. Надо полюбить, просто полюбить. А городская-то... А у Андрея-то, Ирина-то? Говорит, сначала приехала, плакала, потом все. И Господь устроил. Это жизнь. Это всегда так было. Муж привел, жену, все кончилось. Я сколько говорил, допустим, жены декабристов, какие самоотверженные, мужественные. Поехали куда. Так дальше нас. Тут еще у нас не такие морозы. А там вообще за Иркутск туда. Да. Тысяча километров. Да. А здесь родители неверующие. Зачем? Видишь каждый день почти. Ни зачем. Ни зачем. Даже предположить. Одной никак нельзя ехать. Одной. Ни под каким видом. А двое это уже все кверх ногами. Вообще не надо об этом даже говорить. Выехал, все кончилось. Началась новая жизнь. Это же не ребенок маленький. Надо молиться, чтобы от нее дух этот отошел. Да, но Златоуст говорит, не я, не Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Да, печально, конечно. Печально. Я думаю, что не пободрствовало. Ну да. Мне кажется, что она такой не была. Ну, как, год общались, не пободрствовало. Какие? Ну, теперь говорить надо только не как бы, а уже что есть. Уже все совершилось, повенчались. Теперь отбросить все то, как будто того и не было. Начинается новая жизнь. И другой статус. Ты там вольно лежала. Теперь только то, что скажет муж. Он глава. А это уже отречение просто от христианства, если на своем настаивает. Да, это может быть отречение, действительно. Это никуда не годится. Это грех просто топит человека. В мыслях начинает что-то думать. Не надо думать еще, надо молиться и благодарить Бога, и все делать с радостью. У нас враги, друзья, здоровье, болезни. Все на нашу пользу. Если мы благодарим. Благодарим. Бог же знает наши силы. Сила наша возрастает. Он делает больше испытания. Проверено. А не проверено, они в рай не попадут. Да. Златоуст, как говорит, смотри у Иова. Десять детей погибли. Перетерпел. Жена возрастала. Претерпел. Проказа претерпел. А друзья начали поносить. Вот что значит поношение? Он не вытерпел. Дальше уже началось это. Вся книга-то из-за того, что друзья говорили. А то, что главное это беда, это одна глава и все. Вот это по этому поношению. У нее ни поношения никакого, ничего нет. Это может быть тот, который там и к ней заходил с Америки, то есть с Куратовски еще мозги-то ей протравливал. Я не знаю. У нее как вот бывает временами, что батюшки там в Меце, ну вообще во Франции, говорили, что не езжай. Ты уже причащаешься, мол, было совершено крещение. И у нее как бы такие сомнения. Может и не надо было ехать. Представляете? Интересно. Может не надо было родиться. А теперь что говорить? Вчера у батюшки мы долго были, больше часа. И он о крещении говорил. Да мы и по скайпу тогда уже беседовали. Истинное крещение. А большинство некрещенных. Ну и что на большинство смотреть? Большинство священников мочат, обманывают. И что же на большинство смотреть? Так на это что смотреть-то? Главное, крещение, мочение затылка в скобках. Губернатор там какой-то Амурской области. Я видел. Епископ ему затылок видел, но... Ну что тут говорит-то? Ребенка патриарх держит перед ногами вот так вот. Нам зачем на это смотреть-то? Когда Господь придет, Он по закону будет смотреть, а не по тому, что много делает не так. Многие фашисты стали коммунистами, многие масонами, фашистами, еще теперь мусульманами. Ты о себе думай, как спастись. Как волю Божию исполнить. Вот так. Ну что, если еще нет, я отхожу. Молитесь. Спаси Христос. Будем молиться. Благодарю. Сейчас сразу вместе проси и вместе помолимся. Отвечаешь и молитый станет. Отошел. Благодарю.